Тополиный пух, жара, июнь. Это не про наш город. Во-первых, на термометре не больше плюс 15, а во-вторых, тополей в городе все меньше. Об этих и других деревьях, растущих в городской черте, Ольга Пырычкина. 8 литров углекислоты. Столько за один час выделяют с дыханием 200 человек. Поглотить его за это же время в среднем может 1 гектар зеленых насаждений. Если пересчитать, то дыхание троих человек может обеспечить одно дерево средней величины. Чебоксары являются одним из самых зеленых городов России. Общая площадь зеленых насаждений в городе составляет 38% от всей площади города. Площадь столицы Чуваши около 25 тысяч гектаров. Население чуть меньше полумиллиона человек. Исходя из вышесказанного, в Чебоксарах должно быть не менее 2,5 тысяч гектаров зелени. По расчетам сейчас их 9,5 тысяч. В советские времена землители отдавали предпочтение тополю. Саженцы недорогие, дерево неприхотливое и быстро растет. Все эти плюсы перечеркнул один пушистый минус. Несправедливо говорят, что вот тополь аллерген. Не сам тополь аллерген, а вот пух, который выделяется, на себе адсорбирует все те вещества, которые могут вызвать аллергию. Но фактически это дерево очень благоприятное для города. Настолько много полезных веществ оно выделяет, настолько много вредности оно в себя впитывает. Сажать тополя перестали, а к уже существующим применяют так называемую формовочную стрижку. Основной ствол укорачивают на 4-6 метров. После этого дерево не пылит несколько лет. Хорошо подается формовочной стрижке липа. Сейчас это самые распространенные деревья на улицах города. Чаще всего их стригут под шар, но встречаются им более экзотические варианты. Например, куб. Кроме формовочной существует омолаживающая стрижка. Именно она вызывает столько недовольства у горожан. Мол, обкорна ли дерево? Специалисты просят не волноваться и потерпеть. В городских условиях дереву это необходимо, а годы через три сформируется красивая крона. Впрочем, стричь, рубить ветки, а тем более деревья целиком, имеют право только специальные службы. Если, допустим, у вас во дворе аварийное дерево, то есть оно наклонено или высохло, то вам надо обратиться в МБУ управления экологией города Чуваксара. Наши специалисты выйдут, обследуют данное дерево и дадут соответствующие ордеры решения на вырубку. Также следует действовать, если вам кажется, что в квартире не хватает солнечного света. Вырубку нельзя начинать без определения уровня инсоляции. Что касается экзотических для нашего климата деревьев, таких как каштаны или кедры, то их приходится спасать не от топора, а от лопаты. Нередко деревья выкапывают, чтобы посадить у своего дома или на даче. Правоохранительные органы предупреждают, засаженцами нужно ходить на рынки и в питомники, а не городские парки. Штраф за это административное правонарушение может достигать нескольких тысяч рублей. И это не считая мук совести. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика.